В конце прошлого года в новостройку на Вишневой начали переселять жильцов из ветхого аварийного жилья. На сегодня уже более половины переселенцев поменяли старые квадратные метры на новые. Это жители домов с улиц Воровского, перелетная, политехническая, видовая. Но у некоторых переселенцев возникают вопросы, их они и задали на встрече с главой города Анатолием Пахомовым. Люди хотели бы получить квартиры по количеству прописанных в старом жилье, а не по квадратуре. Но именно 185-й закон, по которому переселяют из аварийных домов, этого не предусматривает. Жилье дается по принципу метр на метр. То есть, если семья прописана в 30-метровой комнате, то и рассчитывать стоит именно на 30 метров. Однако мэр объясняет, если закон разрешает где-то улучшить условия переселенцев, они будут улучшены. Иногда люди получают и больший метраж просто потому, что в новых домах маленькие комнаты не предусмотрены. Фонд предусматривает деньги, но фонд, он же и потребует от нас законности, потому что это деньги государственные. А администрация города, она заинтересована в том, чтобы вам дать получше условия. Они нам предоставляют деньги, если такая законность будет, мы с удовольствием вам это сделаем. Программа переселения из ветхого аварийного жилья финансируется за счет федеральных средств. И по ней выделяется из фонда 45 тысяч рублей за квадратный метр нового жилья. В Сочи средняя стоимость 100 тысяч. Поэтому властям Сочи приходится договариваться с застройщиками, чтобы те возводили дома исключительно для переселенцев. А потом и тщательно следить за ходом строительства. Замечаний качества помещений нет. Комиссионно, с учетом жилинспекции, пожарных инспекций и всех, которые входят в состав по приемке, все помещения были обследованы. Также стройнадзором администрации края все это было проверено. То есть замечаний к техническим характеристикам предоставляемых помещений сегодня нет. В этом году работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья продолжится. До конца года новое жилье получит более 60 семей. Продолжение следует...